нам часто кажется что большие обещания которые даются из года в год не всегда находят свое воплощение в жизни сто лет обещают снести копай тысячу лет обещают разобраться с городской свалкой примеров огромное количество а вот давайте вместе разберем один интересный документ а именно генеральный план города петропавловска а в котором описывается что же с ним станет к 2015 году давай сдадим назад для разгона дороги не хватит дороги там куда мы едем они нам не нужны на дворе уже 2019 эта программа неделя qz меня зовут дмитрий маркевич разбираемся вместе и так новый генеральный план города петропавловска был разработан в начале нулевых и пришел на смену генплану от 1986 года все-таки страна уже была другая экономические технические возможности и требования сильно изменились а эта редакция генплана 2007 года подписанная правительством республики казахстан естественно в первую очередь этот документ указывал векторы развития они точные итоги все-таки утверждать а не делать прогноз что же случится в будущем могут только актеры из передачи битва экстрасенсов истинно вам говорю 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось так что же с прогнозами ну начнем с самого простого показателя численности населения а планировалось что к 2015 году она составит аж 230 тысяч человек в городе петропавловске возьмем данные за 2018 год да и впредь будем сравнивать не с 2015 а с текущим моментом дадим так сказать агент плану фору в четыре года население выросло но не настолько как хотелось бы автором плана всего 218 тысяч человек согласно официальной статистике перейдем градостроительным планом как же должны были расцвести районы петропавловска читаем ветхую одноэтажную застройку а также малоценный жилой фонд вдоль улицы жамбыла предлагается заменить многоэтажными домами объектами культурно-бытового развлекательного назначения в период первой очереди строительства в этом планировочном районе должен возникнуть жилой массив жас оркен выполнено ну правда почему-то совсем не в 2015 но спасибо приграничному форуму жас оркен мы все же получили а проектом предусматривается также пробивка улицы жумабаева до пересечения с улицы юбилейной при магистральной территории будут застроены многоэтажными домами объектами культурно-бытового социального назначения пробили что уж сказать есть магистраль правда до пересечения с улицы мусрепова все еще не встретить никаких объектов культурно-бытового и уж тем более развлекательного значения но вроде как совсем недолго ждать новой современной поликлиники всех краях южную часть города а именно рабочая и пестрая никто трогать и не собирался даже в 2007 году в документе дается четкое понятие что и дальше эти части города видятся как индивидуальные постройки с огородами это нехорошее место даже по соседству рядом с такими местами жить тяжело а северным районом города интереснее читаем далее в данном планировочном районе расположены 19 и 20 микрорайоны проектом предлагается уплотнение данных микрорайонов ну в принципе новые дома по той же улице жукова мы увидели возникают вопросы насчет их качество остается надеяться что впредь микрорайоны будут не только уплотнять но и улучшать а следующий интересный абзац застроиться а многоэтажными домами при магистральные свободные территории вдоль улицы юбилейной в этом же районе должен появиться жилой массив усадебной застройки шиз расположенный восточнее детской деревне а вот шизом что-то не срослось если не настроенные кирпичные домики на стыке объездной и промышленной и можно назвать усадьбами то только усадьбами для бомжей кто такие я вас не звал идите впрочем и они так далеко не забираются а вот интересный абзац в районе существующих дач и на месте отведенный по танкодром территории проектом предлагается размещение жилого массива арман при застройке свободных территорий необходимо максимально сохранять существующую лесопарковую зону парки и скверы зеленые насаждения общего пользования ну что ж действительно новые крутые коттеджи мы на этом месте увидели идет активная реклама будущих домов в этом районе только вот пункт про максимальное сохранение лесопарковой зоны что-то не совпадает с реальностью березки рубят направо и налево если поначалу это были редкие посадки около трассы то теперь строительство все дальше углубляется мещанский лес так первые дома жилищного комплекса самал обещают возвести уже осенью этого года выкидывает соцсети компьютерные модели на которых видно что никакого леса там не останется большинство петропавловцев почему-то не оценила такие архитектурные изыски и выразила возмущение в комментариях на что с аккаунта застройщика получили в ответ извительное хамство своими глазами видел ну что ж может строят они лучше чем общаются с людьми скоро увидим но перенесемся из все еще лесопарковой зоны промышленный планировочный район вот что о нем писали в районе жилого массива копай проектом предлагается многоэтажное строительство вдоль улицы крепостная которая к расчетному сроку должна стать городской магистралью ну что ж любой желающий может пройтись по улице крепостной и решить для себя стала ли она магистральной или все-таки нет но точно можно сказать что многоэтажное строительство не смогло по ней добраться до копая ну и напоследок хотелось бы остановиться на таком интересном пункте как функционирование полигона твердых бытовых отходов и так согласно генплану а 2015 году складирование и обезвреживание отходов территории города предусматривается на усовершенствованной свалки для чего предполагается полная реконструкция полигона т.б. о все работы по складированию уплотнению изоляции т.б. о на полигоне выполняются механизировано возможно те люди которые сейчас обитают на городской свалки на самом деле являются киборгами других вариантов тоже за механизированность появилась на ней у меня нет впрочем подробнее об этом мы говорили в одном из предыдущих выпусков в итоге можно сказать что вектор развития города действительно соответствовал генплану вот только значительную часть задуманного пока реализовать не удалось в целом документ довольно длинный и каждый может сам поиграть в игру найди 10 отличий между планами и реальностью оставляйте свои наблюдения в комментариях и если их будет много то мы обязательно сделаем такой выпуск